Приезд на высшем уровне. Между тем, начался двухдневный рабочий визит главы государства в Карагандинскую область. Нурсултан Азарбаев сначала посетил Тимиртау, встретился со студентами политеха, увидел своих сокурсников и принял участие в настоящем Бали-Триумф. О приезде главы государства в специальном материале Аннель Шалкарбек. Свою двухдневную рабочую поездку президент Казахстана начал с города Тимиртау. Ведь именно здесь Нурсултан Азарбаев начинал свою трудовую карьеру металлургом. Глава государства признается, что Тимиртау его любимый город. И каждый раз ему приятно приезжать сюда. К слову, Ельбасы посетил акиман города металлургов, где ознакомился с созданным кабинетом музея первого президента. Кабинет воссоздан в стиле 70-х годов. Здесь представлены документы той эпохи. Кроме того, глава государства побывал в историко-культурном центре первого президента. Также Нурсултан Азарбаев посетил комбинат Арселор Миттал Тимиртау. Здесь глава государства ознакомился с работой машины непрерывного летя заготовок и осмотрел процесс получения конечной продукции квадратной заготовки. 1 мая 1960-м году появился здесь. Мы строили этот комбинат с нуля, ничего не было. Когда я возглавлял партком комбината, мы строили этот дворец металлургов, эту почту, этот спортивный комплекс, дома жилые, детские сады, больницы в городе, правый берег. Отдых делали. Сейчас вот город почти 200 тысяч населения. Визит президента продолжился в Караганде. Во второй половине дня Нурсултан Азарбаев посетил настоящий бал, устроенного в честь дня первого президента республики Казахстан. Мероприятие состоялось в комплексе «Ариста». Глава государства сегодня успел встретиться со своими сокурсниками. Еще одним объектом посещения стал Карагандеский государственный технический университет, где главы государства приветствовали представителей профессорско-преподавательского состава, студенты. Сейчас Карагандеский государственный технический университет является одним из крупнейших технических вузов Казахстана и входит в шестерк вузов республики, имеющих статус электронного университета. На втором инновационном конгрессе страны Караганде был награжден дипломом номинации «Лучшее учебное заведение». Комитет Европейской бизнес-ассамблеи в 2008 году наградил этот вуз международной наградой «Европейское качество» за внедрение и реализацию международных программ и высокий профессионализм преподавательского состава. В 2009 году Карагаду подписал Великую Хартию университета в городе Болония. Тем самым он нашел мировое образовательное пространство и подтвердил свою приверженность европейским стандартам образования. Я желаю вам добра и счастья, благополучия. Рабочая поездка главы государства по Карагандеской области продолжится уже завтра. Все подробности приезда Нушлтана Назарбаева в следующих выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok